Мне так интересно. 9,350 получила Бивалова. И это пока лучший результат. Нет, не лучший. Юлия Крастилёва, я забыл о её оценке, 9,500. А Елена Долгополова осуществляет уже третью сегодняшнюю попытку всё-таки, всё-таки выступить хорошо. И мы, конечно, желаем ей успехов. Но больше ничего не будем говорить. Прямо очень коварный вид. Странно, она очень много тренируется. И, в общем, постоянно на сборе. И девочка, безусловно, с хорошими данными. У неё великолепный, спокойный тренер. Вот, в отличие, например, от Масленниковой, которую они там бурю стаканей ежедневно разыгрывают. А здесь полное спокойствие. Ну, я так могу предположить, что нервная система не изнашивается, что вроде как... А вот неровно она выступает. И она не первый раз так выступает. Ну, конечно, вот сейчас она сделала... Это очень тренированная связка была. И вчера вы её отметили как что-то новое. Потому что это удивительная смелость. Девочка росла и выполняет рандат, плач на бревне. Это, я не знаю, вот, замолодчику слетела сальто вперёд. Кто у нас ещё упал, по-моему, вначале ещё кто-то у нас уже упал. Да, ну, собственно, Ковалёва. А, Ковалёва, Аня, да, упала вот. А имена-то какие, да? Ковалёва, замолодчик? Конечно, это ведущие наши гимнасты. Я всё время вспоминаю слова нашего вечного конкурента румынского тренера... Белло. Нет, тренера Белла Кароли, да. А его, конечно, звезда была, это Натя Каманэйч. Так вот, он бревно всегда делал таким осторожным исполнением. Я вижу, гимнасток своих... Только самые гарантии такие элементы выполнял. Не рисковал. А мы рисковали и по бревну. Поскольку она же не сделала ошибок, может быть, наконец она высокую оценку получит? Может быть, ну ты же ей пожелал успеха, и что, мол, хотя бы на третьем старте она должна была... Потому что вряд ли у неё... Вот честно говоря, вряд ли у неё... Двойной шанс такой? Вряд ли у неё великие шансы в вольных упражнениях там... Субтитры создавал DimaTorzok